Долгий срок с заботой о людях и учебный процесс. Минопр одобрил включение в школьную программу еще три факультатива. Каких? Не покладая рук, в Бобруйске продолжаются работы по благоустройству территорий. И плиткой, и дороги где-то, и тротуары. Где уже есть изменения. Громкий мир музыкальный коллектив «Шинанай» даст отчетный концерт. Мы каждый год стараемся чем-то удивить. Когда зарядиться хорошим настроением. Богатство выбора городские колледжи откроют новые специальности. Хотел освоить технику автомобиля. Кем предлагают стать? Победа в воздухе куется на земле. В 83-м отдельном инженерно-аэродромном полку прошли состязания. Мы справились с этой задачей вполне успешно и вполне легко. Кто одержал победу? Острая недостача, экономический кризис и крайние меры. Жители Латвии стали чаще покупать продукты с истекающим сроком годности. Что толкает граждан на такой шаг? Александр Лукашенко провел совещание по работе банковской системы страны. Во дворце независимости глава государства пригласил председателя Национального банка, первого вице-премьера, заместителя главы администрации президента, министра финансов и заместителя министра иностранных дел. В центре внимания приоритеты работы главного финучреждения, контроль за ценами и уровнем инфляции, функционирование экономики в условиях санкций. Хочу предупредить, если в общем говорить, экономика – это приоритет приоритетов. Всякая финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Чего бы нам это ни стоило. Это главное. В противном случае, зачем такая финансовая система? Когда я назначал заместителя главы администрации, я уже сказал, что это человек с хорошими знаниями в сфере финансов. И нам будет легче разговаривать в администрации с национальным банком, со специалистами, поскольку на одной волне же учились в одних и тех же вузах. Белорусский лидер намерен усилить контроль за денежно-кредитной политикой в целом. Александр Лукашенко подчеркнул, финансовая система должна работать на благо экономики. Ответственность за развитие лежит не только на правительстве, но и на национальном банке. Также на неделе президент совершил рабочую поездку в Ашмянский район. Там он ознакомился с работой личного состава. Глава государства поручил жестко реагировать на возможные провокации на границы со стороны сопредельных стран и напомнил о ряде вызовов, с которыми за последние годы столкнулась страна. Я тебе публично скажу, любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу к уничтожению. Так точно. Церемониться ни с кем не будет. Никто не должен ни с кем церемониться, и мы так и будем поступать, потому что если мы будем жевать сопли, знаешь, что будет. Так точно. Поэтому любое нарушение государственной границы на уничтожение. Они понимают только силы. Президент также посетил блокпост, где ознакомился с выполнением задач мотострелковым подразделением. Акцент в развитии армии нужно делать на том, как ведется современная война, особенностях действий. Наряду с передовым высокоточным оружием нужны и обычные вооружения, грамотные действия непосредственно на местности. Ежегодно с приходом весны и тепла Бобруйск преображается на глазах. Тут и там на улицах работники различных организаций занимаются ремонтом дорог, благоустройством улиц. Работа кипит, город просыпается после зимы. Об изменениях Юлия Вернер. На особом контроле санитарное содержание и наведение порядка на земле. Специалисты следят за благоустройством коммерческих строений и частных секторов. Меры направлены на улучшение уровня гигиены и санобстановки. Чисто там, где не мусорят, и состояние дворов – дело каждого гражданина. Ведь именно вклад и неравнодушие людей способствуют созданию благоприятной среды для жизни и отдыха. Еженедельно проводится обследование территории города Бобруйска и Бобруйского района по вопросу благоустройства и наведения порядка на земле. За истекший период 2024 года обследовано более тысячи объектов. Нарушения выявлены более чем на 40%. По фактам выявленных нарушений применяются меры согласно законодательству. На улицах города в глаза бросается не только новое дорожное покрытие, но и свежие тротуары. Всего с начала года ДЭП провел ямочный ремонт почти на полторы тысячи квадратных метров дорог, не покладая рук на благо родного Бобруйска. Особое внимание безбарьерной среде для людей с инвалидностью – специальная тактильная плитка. На данный момент мы ведем работы по пешеходной дорожке по улице Социалистической, от улицы Интернациональной до нашего драмтеатра. Работы планируем закончить конец марта, либо начало апреля этого года. Также приступили к работам по нашему скверу, который находится на улице Урицкого, 125. Сейчас ведутся работы по установке тротуарного и дорожного борта. И в апреле месяце мы планируем производить работы по укладке плитки. На Бобруйск этой весной много планов. В городе готовятся обновить дорожную разметку. Объем работ значительно превысит прошлогодний. В 2024-м подправят чуть больше 30 тысяч квадратных метров. В эти цифры не входит новое, которое нанесут после текущего ремонта городских улиц. Сейчас ожидается поступление специальной краски. Заметили, что благоустраивают город и плиткой, и дороги где-то, и тротуары. Конечно, это хорошо, когда город обретает новые краски, новые дороги. Это всегда хорошо. Благоустройство в Бобруйске было, мне кажется, одним из лучших. Где у нас зеленый город, и Бобруйск для жизни – это правда. Город вообще преображается. Приятно за этим наблюдать и жить в этом городе. Все отлично, все супер. Бобруйску по праву присвоен статус города для жизни. Место поистине привлекательное как для жителей, так и для туристов. Юлия Вернер, Станислав Чичирин. Итоги недели. Энергетический плюс, современный контроль и выгодный дисконт. Март и торговые сети продлили программу скидок до июля. В чем плюс? Громкие итоги недели дали в специальном обзоре. Март и торговые сети продлили программу скидок до июля. Условия прежние – минус 10% на социально значимые товары. Права на дисконт имеют многодетные, пенсионеры и малообеспеченные. Всего было выдано более 2 миллионов скидочных карт. Общая сумма предоставленных скидок – около 64,5 миллионов рублей. В Беларуси начали выдувать водительские удостоверения сроком на 20 лет. Это поможет снизить нагрузку на регистрационные отделы и автолюбителей. Еще одно нововведение – права будут оформлять быстрее. Процесс займет 3 рабочих дня. Регистрация транспорта в ГАИ также будет выполняться оперативнее. Не 10 дней, как ранее, а 7. Минобор одобрил включение в школьную программу еще 3 факультатива. Занятие под названием «Когда учиться легко в мире конструирования» для 3-4 классов, «В мире информации» для 5-6. Разработчики считают, это позволит выработать у ребят критическое мышление, создать условия для устойчивого развития личности. Еще одна новинка – Лиг Беларуси – экология и устойчивость для 9-ти классников. ДОАЭС суммарно выработала около 27 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Проект охватывает различные сферы – промышленность, науку, сельское хозяйство, медицину. Станция позволила стране снизить зависимость от углеводородов и отказаться от импорта электричества. Кроме того, выбросы парниковых газов в атмосферу сократились более чем на 12 миллионов тонн. Беларусь первая в Европе покрыла все леса страны автоматической системой обнаружения пожаров. Видеонаблюдение работает повсеместно и способно распознать возгорание на ранней стадии. К слову, за два года лесхозы закупили 184 пожарных авто. Также сейчас активно внедряется радиосвязь, чтобы специалисты всегда были в зоне доступа. Музыка в сердце. Шинанай 6 апреля даст отчетный концерт. Десятки талантливых ребят покорят сцену и под светом софитов продемонстрируют весь свой талант и задор. Многие в образцовом театре песни занимаются с раннего возраста. Главной опорой и поддержкой для детей остается бессменный руководитель Алла Ефименко. Подготовка идет как всегда. Очень трудно, очень весело, очень творчески, ну и шумно. У нас это каждый отчетник, вот так мы готовимся. Ну, тяжеловато. Ну, это всегда так. Мы привыкли к этому. А чем будут все удивлять зрителя? Раскрывайте секрет. Вот, мы каждый год стараемся чем-то удивить. Но я секретов никогда не раскрываю, потому что, а вдруг не сбудутся. И потом, вот, обещали, они сделали. Лучше пускай сюрприз будет. Будем удивлять. И в этом году мы всегда чем-то удивляем, что-то есть у нас. Какая-то изюминка, что-то есть новенькое. И в этом году мы постараемся сделать тоже какой-то сюрприз для нашего любимого зрителя, который приходит на каждый концерт наш. Вы знаете, как трудно сейчас удивлять. И есть у нас такие зрители, которые не пропускают ни одного концерта. И в этом году они уже купили много билетов. И я надеюсь, что мы сумеем и в этом году их удивить. Сидя в зале, зрители оценивают уже готовый результат, да? А с чего вообще начинается подготовка? Если брать, допустим, ну, вот нет отчетника предыдущая. Хореография, репертуар, картинка, звук, свет. Где черпаете идеи и берете вдохновение? Идеи вдохновения – это всегда мои дети. Мои дети маленькие, мои дети взрослые. Для меня те, кто вырос в коллективе и много лет в коллективе, хоть им уже и много лет, они все равно для меня дети. Поэтому, конечно, приходя 1 сентября на работу, я вижу, какой у меня коллектив, и я уже могу понять, какой у меня будет отчетник. Поэтому с 1 сентября мы сразу начинаем готовиться к нашему отчетному концерту. Хоть до него еще достаточно времени, но время так летит быстро. Не знаю, как у вас. Я только повернулась, уже Новый год прошел, уже отчетник. Раз отчетник прошел, значит, уже лето. Это вот как-то очень быстро. Если бы не было отчетного, наверное, бы это не так ощущалось. Но подготовка, вот это стремление сделать какую-то красоту, стремление поработать со всем, со всем коллективом – это, конечно, очень быстро. Поэтому, наверное, летит время. Что сегодня собой представляет Шинанай? Шинанай – это прежде всего творческие дети. Это прежде всего творческие родители. Это, конечно, тендем детей и родителей. И очень большую роль здесь играют и взрослые солисты нашего коллектива, которым я очень горжусь и которым я очень дорожу. Поэтому вот это и есть теперешние участники этого года. Каждый год они меняются. Не было такого года, чтобы закончился год, и на следующий год были те же самые участники коллектива. Совершенно такого не бывает. Кто-то уходит, кто-то новый приходит, кто-то побыл, ушел и опять пришел. То есть это все меняется каждый-каждый год. Вот, наверное, это и есть интерес в работе, когда мы не стоим на месте, когда мы двигаемся, когда мы меняемся. Тяжело отпускать? Очень. Особенно тяжело отпускать тех, кто в коллективе. Вот много лет в этом году у нас три выпускника, которые в коллективе с четырех, с пяти лет. Они уже заканчивают школу одиннадцатый класс. И я знаю, что они поступят. Я знаю, что это я потеряю много... Вот изюминку потеряю коллектива. Но без этого никак. Но на этом мы и работаем. Я знаю, что есть дети, которые продолжают заниматься тем, чем они занимались у нас. Где-то кто-то учится, но они не покидают творчество. Они все равно занимаются им. А мы для этого и работаем, чтобы это осталось в жизни. Не для того, чтобы они пришли, повыступали у нас на сцене, и все, и на этом закончилось. Нет. Я всегда говорю, певец – это не профессия. Это твое предназначение, что ты всегда будешь творческим человеком. Участники коллектива приглашают зрителей города присоединиться к торжеству музыки и насладиться мелодичными номерами. Никто не уйдет в плохом настроении. Время определяться с профессией будущего. Бобруйск предлагает абитуриентам богатый выбор востребованных специальностей. В колледже имени Ларина открывается новое – технический труд и черчение. Елизавета Липеева о рынке образовательных услуг. Стены колледжа имени Ларина буквально пропитаны атмосферой творчества. Здесь талантливые учащиеся шаг за шагом становятся квалифицированными спецами. Выбор направлений прельщает исполнитель художественно-оформительских работ, изготовитель изделий из керамики, столяр, станочник, воспитатель дошкольного образования, техник-технолог. В этом году можно получить новую профессию. Специальность будет называться «Технический труд и черчение. Квалификация присваивается учитель». Набираем мы одну группу в количестве 25 учащихся. После обучения по данной специальности на протяжении двух лет и десяти месяцев выпускники смогут работать учителями технического труда и черчения в учреждениях общего среднего образования школ Могилевской области, включая, конечно же, и город Бобруйск. Через искусство учащиеся погружаются в свои будущие профессии. Чуткие педагоги знакомятся всеми тонкостями и секретами мастерства в окружении единомышленников, учеба в радость. Кроме увлекательных занятий в арсенале у колледжа богатая программа для активной жизни во внеурочное время. Проводятся мероприятия, по всем государственным праздникам проводятся концерты, какие-то тематические праздники, например, день рождения самого Аркадия Егоровича тоже проводили довольно большой концерт, мероприятия. У нас работают секции, волейбол, футбол. Преподавательский состав у нас очень качественный, они знают свое дело, доходчиво объясняют темы. Автотранспортный колледж на рынке образовательных услуг почти целый век. Колоссальный опыт дает возможность готовить высококлассных специалистов. Среди актуальных направлений техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, организация перевозок на автомобильном и городском транспорте, операционная деятельность в логистике и многие другие. Благодаря поддержке учреждений, выпускники уверены, достойное рабочее место им обеспечено. Основные заказчики кадров для нашего филиала – это организация города Минской и Минской области, в которой распределяются до 70% выпускников. Также наши выпускники востребованы в Могилевской и Гомельской областях. В этом году колледж открывает новую специальность – организация технического сервиса. После обучения сразу две квалификации. Приятный бонус – все выпускники учреждений могут продолжать обучение в БНТУ по сокращенным срокам. Я обучаюсь в этом колледже уже на протяжении, ну, можно так сказать, трех лет, потому что я проходил курсы в 10-11 классе и после этого решил поступить сюда, потому что хотел освоить технику автомобиля. И вообще, что такое автомобиль, преподаватели обучают здесь на высшем уровне, помогают изучить автомобиль, помогают понять этот предмет, который тебе нужен в жизни. Медицинский, лесотехнический, технологический, аграрно-экономический Бобруйские колледжи готовы удовлетворить все запросы абитуриентов. Время определяться с будущей профессией и с широкого перечня выбирать ту самую – по душе. Елизавета Липеева, Павел Зуев, Максим Калинин. Итоги недели. Среагировать молниеносно. В войсковой части 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка прошло состязание по замене аэродромных плит. Несмотря на зябкий ветер, который проникал даже под самый плотный бошулат, задача будет выполнена при любой погоде. Поддержать команды собрались личный состав и воспитанники военно-патриотического клуба «Доблесть». Общее построение как начало интригующего мероприятия. Бойцы готовы. Техника тоже. Условная ситуация – вражеская бомбардировка взлетной полосы. Цель – замена разрушенных аэродромных плит. Поданный сигнал начинает выполнение задачи. К работе приступают два инженерно-аэродромных батальона. Все действия тщательно выверены и спланированы. Разделенные обязанности между звеньями бригады помогают действовать уверенно и без заминок. Удаление мастики из швов, резко сварки стыковых скоб, извлечение поврежденной плиты, очистка и подготовка покрытия, установка нового полотна и его герметизация. Вся последовательность выучена и отлетает от зубов. Однако повторение – мать учения. В ходе этих соревнований еще раз весь личный состав смотрит, обучается и понимает весь технологический непростой процесс по замене аэродромных плит в ходе повреждения аэродрома. Со стороны наблюдателя можно бесспорно заявить о качественности выполнения задачи. Но все-таки ключевой фактор оценивания у жюри – время. Быстрее справились военнослужащие 1-го батальона. Мы справились с этой задачей вполне успешно и вполне легко. Начало как-то подвело, когда плиты не могли вырвать. Потом все справились успешно, благодаря слаженной работе всех наших военнослужащих под четким руководством командиров. Честь и доблесть. Состязание, приуроченное к 84-летию, со дня образования части, должно стать доброй традицией. В планах проводить его ежегодно. Шоколадный ажиотаж, город миллиардеров и продолжительная проблема. Конкурентоспособность немецкой экономики снижается уже 10 лет. В чем причина? Далее громкие заголовки мировых новостей. Конкурентоспособность немецкой экономики снижается уже 10 лет к ряду, несмотря на рекордный уровень государственных инвестиций. В Министерстве финансов подтвердили отсутствие роста производственных и финансовых показателей, а также повышение инфляции. Одной из причин будущей рецессии аналитики называют проблемы с бюджетом и нестабильность решений правительства. По всей стране массово проходят сокращения, закрываются предприятия. По сообщению экспертов ООН, более 2 миллиардов человек живут без доступа к чистой питьевой воде. По информации организации, ни одна из целей по обеспечению всех жителей планеты источников до 2030-го не выполняется. Дефицит ресурса приводит к вынужденной миграции, проблемам в сфере экологии, здравоохранения. Изменение климата увеличит частоту и серьезность споров о трансграничном регулировании водных запасов. Жители Латвии из-за роста цен стали чаще покупать продукты с истекающим сроком годности. Товарам с большими скидками ежедневно отдают предпочтение 49% населения. Как заявили в Союзе торговцев, за год спрос увеличился в 4 раза. Больше всего приобретают хлеб, мясо, полуфабрикаты и молочные продукты. Активнее такие покупки совершают жители крупных городов. Биржевая цена на какао впервые превысила 10 тысяч долларов за тонну. Такой бешеный рост связан с ажиотажным спросом, так как покупатели ожидают дефицита предложений на рынке в этом году. По информации крупнейшего поставщика, урожай какао-бобов под угрозой из-за аномально жаркой погоды. Производители шоколада уже меняют рецептуру и повышают цены. Мумбаи стал лидером в Азии по числу проживающих там миллиардеров, опередив Пекин. В индийском мегаполисе 92 богача, в китайской столице 91. При этом в целом по числу жителей с состоянием свыше 1 миллиарда долларов Поднебесная все еще опережает Индию. Согласно исследованию, в глобальном масштабе Мумбаи занимает третье место по количеству миллиардеров после Нью-Йорка и Лондона. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруск-360 и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова